Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, программа «По существу». И сегодня у нас в студии депутат Государственной Думы Российской Федерации от Чуваши Алена Игоревна Оршинова. Добрый вечер, Алена Игоревна. Добрый. Здравствуйте. Во-первых, мы поздравляем вас с избранием и с такими достаточно убедительными результатами на этих выборах. И Госдума России уже начала свою работу. Больше того, сейчас первая в этом созыве региональная неделя для депутатов, когда они все разъезжаются по своим территориям для того, чтобы работать, что называется, в поле. Есть какие-то изменения в режиме работы депутатов? Может быть, какие-то новшества? Изменений очень много. Начну по порядку. Первое, конечно, я с большим удовольствием приехала после трех пленарных недель на первую региональную неделю, уже работая в седьмом созыве Государственной Думы. И, пользуясь случаем, я благодарю всех избирателей, всех, кто проголосовал за нашу партию, за Единую Россию, за меня в составе партийного списка, за Черкесова Леонида Ильича, за нашего одномандатника. И, конечно, мы постараемся оправдать это доверие и сделаем все возможное, чтобы все предложения, которые мы собрали в предвыборную программу, чтобы это все попало и в федеральный бюджет построчный, чтобы Чувашская Республика продолжала получать субсидии, ресурсы на реализацию этих предложений. Ну и, конечно, все, что зависит будет от наших усилий, от нашей энергичности и от нашей трудоспособности, мы сделаем все возможное, и я говорю это смело. Что касается регламента, то, конечно, хочу сказать, что, во-первых, у нас действительно поменялся и спикер Государственной Думы, теперь это Володин Вячеслав Викторович. Он фактически создал команду, которая действительно работоспособная, профессиональная. Вы знаете, что сейчас сокращено количество комитетов, даже комитет по образованию и науке теперь слитный, это не два комитета, как раньше, теперь Вячеслав Алексеевич Никонов возглавляет объединенный комитет, где работают именитые люди, ученые, Жаре Салферов и другие известные профессионалы в своем деле. И, конечно, очень важно, что сейчас несены изменения. Речь идет о следующем. Во-первых, работа Думы будет выстраиваться не две одна-одна неделя, то есть две пленарные недели, одна комитетская неделя, региональная неделя. Это режим работы прошлой Думы. Сейчас это будет три пленарные недели, одна региональная. Связано это с тем, что комитетскую неделю решили поместить в пленарные недели, то есть, по сути, все дни, которые будут не загружены пленарными заседаниями, они будут заниматься, собственно, комитетскими заседаниями и работой над законопроектной деятельностью по профилю комитета. И одна региональная неделя. Это та неделя, в рамках которой все депутаты обязаны быть в своих округах, заниматься избирателями, проблемами избирателей, сверять часы, но этого недостаточно, важно работать и продвигать интересы своего региона на федеральном уровне. Что важно, в чем отличие и почему мы настойчиво предложили внести эти изменения? Просто потому, что комитетскую неделю и чем занимается в комитетскую неделю депутата было проследить достаточно сложно. Очень часто, я думаю, наши коллеги занимались разными делами. Что касается меня персонально, то я занималась обращениями избирателей, я в комитетскую неделю могла находиться в Чувашской республике. Сейчас три недели мы находимся там. Теперь мы привязаны фактически к залу заседаний. Теперь невозможно передать свой голос соседу, коллеге и единомышленнику по доверенности. Нельзя пропускать пленарное заседание. Обязан предоставить медицинскую справку и она должна быть выписана в нашей больнице. Как в школе. Уважительная причина. Должна быть отфиксирована. Это должен быть какой-то диагноз. И кроме того, это имиджевая еще составляющая. То есть, собственно, позиция депутата, его отсутствие заявляется с голоса председателем Государственной Думы. Соответственно, я думаю, что это будет все фиксировать, есть депутат в зале или нет. В том числе и избиратели на местах. Абсолютно. То есть, это прямая трансляция и все знают, кто в зале отсутствует. Потому что это будет заявлено. Третье, это комитеты. Нельзя пропускать комитеты. Фактически, если ты пропускаешь, то будет вычитаться и зарплаты. Причем по такие серьезные штрафные санкции. То есть, ты в конце месяца можешь остаться без дохода. Второе, это количество процентов пропущенных заседаний и лишения мандата. Дальше партия передает этот мандат дальше тем, кто готов работать в рамках политического партийного списка. И, кроме этого, если это одномандатный округ, то тогда до выбора. Строго. Достаточно строго. И понятно, что эти изменения были поддерживаны и в том числе инициированы новым спикером Государственной Думы, который отличается своей работоспособностью. Его знают все. Он одномандатник от Саратовской области. Он мерит работоспособность других людей по своей работоспособности. Поскольку он один из самых работоспособных людей в нашей стране, то все будут вынуждены подстраиваться к этому ритму. И это неплохо, я считаю. Потому что я тоже мерю по себе. Не пропускала заседания. Достаточно активно отстаивала интересы избирателей. Активно отстаивала интересы и ресурсы на реализацию дошкольного проекта «Детские сады детям». Активно участвовала в партии. И ничего друг другу не мешало. Можно было успеть все. Вот хотелось бы вернуться как раз к проектам. «Детские сады детям» благополучно завершился, успешно завершился. Есть там, может быть, какие-то еще доделки. Но сейчас пришел ему на смену новый проект. Строительство школ. Как ваш комитет собирается работать над этим проектом? Очень важный вопрос. Что касается детских садов, то действительно мы вложили очень много сил в реализацию этого проекта. Вы видите результаты. Потому что в Чувашской республике за эти три года детские сады в большом объеме, в количестве, стали появляться. Не только в Чебоксарах, где было 16 детских садов построено, но и по всем районам. То есть это фактически по 10 детских садов в год у нас появлялось. Поэтому, конечно, республика такого масштабного строительства не вела. Поэтому детские сады теперь это доступное для ребенка место, где действительно можно готовиться к школе. И где мама может своего ребенка оставить с чистой совестью. И там за ним присмотрят. И будет за ним ухаживать. И воспитывать. И при этом мама может действительно пойти на работу, заниматься саморазвитием. И еще и вносить финансовую, наверное, лепту в развитие своей семьи. Это очень важно. Тем более в текущих кризисных экономических таких явлениях. Но что важно, что это современные детские сады. И сейчас как раз вот я была, видела и инспектировала тоже новую стройку в новом городе, где строится детский сад. Вот родители давно били тревогу, искали понимание и внимания со стороны и главы республики Михаила Васильевича Игнатьева. Надо отметить, что он относится, конечно, очень трепетно к системе образования. Он понимает, что очень важно и условия для городских детей создавать и для сельских. Поэтому, конечно, все эти пожелания учтены в программе развития республики Чувашия. И есть уже план строительства школ. То есть 32 объекта в новом плане. Это фактически 28 новых капитальных строений, новых школ. И дострой и реконструкция. Программа очень емкая. Сейчас мы предусмотрели на 2016 год 25 миллиардов рублей. И Чувашия одна из первых вошла в состав, в участие к этой программе. Да, мы получили деньги. Конечно, темпы строительства поражают. Как и поражает сама новая школа, которая уже фактически в Комсомольском районе построена. И дети пошли 1 сентября уже в новую школу. А напротив фактически музей. Где туалеты на улице. Где совершенно... Музей истории образования. Музей истории образования. Какие раньше были школы. Поэтому, конечно, нам нужно двигаться вперед. Нам нужно выравнивать жизненные возможности, стартовые возможности между детьми. Не должно быть разницы между городскими условиями и сельскими. Поэтому предстоит работы еще много. Нам очень важно в срок завершить строительство школы на Гладково. Она очень емкая. Вы знаете, что фактически в три смены работают строители. И делают все возможное, чтобы выполнить федеральные условия участия в этой программе. Почему это важно? Потому что мы должны попасть еще раз в эту программу. Мы должны выполнить обещания перед нашими избирателями, что школы будут построены. У нас в некоторых районах республики есть риск перехода на третью смену. Что опасно. Владимир Путин поставил задачу перейти в одну смену. Для этого нужно сделать очень много. Для того, чтобы, во-первых, еще и в рамках одной школы вовлечь детей в дополнительное образование. Это тоже уже второй показатель. Но это тоже все элементы взаимосвязаны. Нам очень важно укрепить систему образования республики. Мы уже занимаем лидирующие позиции по количеству олимпиадников, предметников. У нас 18 школ чувашских в разных рейтингах входят. Это тоже хороший показатель. Вообще мы всегда готовы экспериментировать, применять опыт или первым его показать, поделиться с другими регионами. Этот темп надо выдерживать. И, конечно, нужно еще работать над авторитетом республики. Глава очень много делает, Михаил Васильевич, над тем, чтобы презентовать республику на высоком уровне. И я, как депутат Госдумы, делаю то же самое. Нам очень важно, чтобы Чувашия была везде заявлена. И чтобы всегда, как только думают регионы, или активные регионы, или активные депутаты, активный глава, должна быть сразу связка Чувашия. Алена Игоревна, еще одно отличие современной школы от советской, к примеру, это инклюзивное образование. Соответственно, требования, которые предъявляются к зданиям новых школ, они повышены. То есть по программам доступная среда. Я думаю, что Ваш комитет тоже держит эту ситуацию в поле зрения постоянно. То есть прописываются ли какие-то условия, какие-то требования к этим школам? Все ли они должны быть без исключения оснащены? У нас объявлена инклюзия с того момента, как мы приняли новый закон об образовании 273. Там действительно есть статья и нормы, которые гарантируют получение инклюзивного образования. Инклюзивное образование означает, что вообще все образовательные организации, детские сады, школы, дополнительное образование, все учреждения должны иметь возможность предоставить любому человеку с особенностями здоровья возможность обучаться, воспитываться в этих заведениях. Инклюзия объявлена, но, к сожалению, не все сегодня школы, детские сады готовы принимать разных деток. Это связано с разными причинами. Во-первых, не везде есть доступная среда. Вы знаете, что это финансируется у нас из федерального бюджета. На всех денег, как правило, не хватает. Или иногда, иной раз, к сожалению, эти деньги тратятся неэффективно. Или не те материалы, не те пандусы делаются. И иной раз хочется попросить, например, директора организации попробовать самому использовать этот пандус, потому что либо очень высокий наклон, то есть проблемы есть. Конечно, это еще предметно-пространственная среда. Внутри должно быть оборудование. Тоже не у всех всегда есть деньги профинансировать эту программу. Мы делаем все возможное, чтобы увеличивать статью расходов на это. Конечно, не все родители готовы. Вы знаете, что был ряд скандалов по стране, не в Чувашской республике, слава богу, когда родители не были готовы принимать в сообщество своих детей других детей. Это неправильно. Все дети должны учиться вместе, должна быть ситуация взаимовыручки. И дети должны привыкать, что все разные. Мы не должны быть похожими. И все ситуации жизненно бывают разные. Поэтому, конечно, нужно сделать все возможное. Мы проводили мониторинг готовности к инклюзивному образованию детских садов по стране. Как раз я им занималась. И у нас фактически 10% только всех детских садов были готовы принимать детей с особенностями здоровья. Конечно, сейчас этот процент растет. Потому что мы передали результаты министру образования и науки. И, конечно, я надеюсь, новый министр Ольга Васильева будет еще на более должном контроле держать эту ситуацию. Консультационные центры и другие наши рекомендации, они все должны быть, конечно, соблюдены. Потому что это норма закона. И мы рассчитываем на ее поддержку. Потому что она очень трепетно относится тоже к инклюзивному образованию, к воспитанию. И я думаю, что это будет тоже вопрос номер один. Я думаю, что мы, что в наших руках в Чувашской республике, сделаем все возможное, чтобы и родители, и детки чувствовали себя комфортно. Я видела, что у нас в детских садах есть такие детки, где все вместе абсолютно, где взаимовыручка. Мне это очень понравилось. И я надеюсь, что эта история будет распространяться. Ну что ж, Елена Игоревна, спасибо вам большое. Это была наша с вами первая встреча в седьмом созыве Государственной Думы Российской Федерации. Но, разумеется, не последняя. Все только начинается. Конечно. И напомню, что сегодня нашей собеседницей была Алена Аршенова, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Спасибо за внимание и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok